Религия сегодня остается актуальной сферой общественной жизни. В современном мире мы наблюдаем рост значения религии и ее ценностей для жизни людей и общества в целом. Однако нельзя отрицать наличие вопросов, вызывающих разногласия в обществе по этому поводу. В целом ситуация с религией в стране считается стабильной. Какова же она в Жамбовской области? Религиозная толерантность – один из важнейших столпов любого многонационального государства. В нашем регионе, где проживают представители различных культур и конфессий, вопрос о межрелигиозном согласии особо актуален. Но насколько успешно мы справляемся с этой задачей, стабильна ли религиозная ситуация в нашем регионе? Мы провели опрос среди жителей, чтобы выяснить, как они воспринимают представителей других религий и какие меры, по их мнению, необходимо принимать для укрепления межконфессиального диалога. Религиозных стечений очень много, но в Таразии их не так заметно, как, например, в Туркестане или на Западе. Я сам родом с Запада, и там ситуация намного острее. Поэтому с самого школьного возраста нельзя пропускать уроки религиоведения. После окончания школы, посетив много школ, я заметил, что на уроках религии часто преподают неквалифицированные учителя или даже отказываются от этих уроков. Это очень серьезная проблема, потому что сейчас легко сбить с пути неопытных детей, которые не получили должного религиозного воспитания. Поэтому религиозная ситуация сегодня довольно сложная. Многие люди меняют религию, их подталкивают на это другие люди. Многие молодые люди смотрят видео, слушают иностранцев и меняют свою религию, неправильно понимая ислам. По-моему, нет. Поскольку мы живем в независимом Казахстане, у всех людей открылись глаза, особенно у молодежи. Мы уважаем выбор друг друга. Например, если кто-то делает татуировку или что-то еще, это его личный выбор, это его право. Мы не имеем права никого за это осуждать. Нет, сейчас каждый сам знает, какую религию он хочет принять. Каждый выбирает то, что ближе к его сердцу. Я думаю, что религиозная ситуация сейчас стабильна, потому что наше руководство все стабилизирует. Я считаю, что нужно подчиняться руководству. Результаты общественного опроса наглядно продемонстрировали необходимость усиления религиозного образования в обществе. Укрепление правильного религиозного понимания имеет важное значение для сохранения единства нашей страны.